Всем привет! Always On Display – это функция смартфона, которая демонстрирует на экране телефона ограниченную информацию, пока он сблокирован, то есть дисплей находится в спящем режиме. В некоторых оболочках эта функция называется Ambient Display или Active Display. За счет функции Always On Display экран не выключается полностью при блокировке. На нем отображается время, дата, состояние батареи и уведомления из приложений. Отображаемую информацию можно отредактировать в настройках телефона, добавив или удалив некоторые пункты. Немного истории. Впервые технология была введена компанией Nokia в 2009 году на телефоне N86. В 2010 году уже вышло поколение AMOLED Symbian и Always On Display получило более широкое распространение. Вскоре функция стала стандартом на ряде телефонов с операционной системой Android. Samsung представил Always On Display в феврале 2016 года для своего флагмана Galaxy S7. Принцип работы. Работает функция не на всех телефонах одинаково. На некоторых моделях информация отображается всегда, на некоторых – временно, после поступления уведомления. Расход заряда батареи при использовании Always On Display минимален, а удобство от использования гаджета повышается в разы. Если вы проверяете смартфон на наличие уведомлений или для просмотра времени несколько десятков или сотен раз за день, то Always On Display в плане расхода батареи окажется даже выгоднее. Always On Display работает адекватно только на смартфонах с AMOLED-экранами, так как именно такие дисплеи позволяют тратить минимум заряда батареи из-за подсветки конкретных пикселей. А на экране с Always On Display их горит очень мало. На экранах IPS такое невозможно, подсвечиваются сразу все пиксели, включая и черные, что приводит к приличному расходу батареи. Тем не менее, на некоторых смартфонах с IPS в том или ином виде Always On Display имеется. Подробнее о разнице в расходе батареи на смартфонах с IPS и AMOLED-экранами вы можете узнать в отдельном видео. Ссылка в подсказке в правом верхнем углу. Включение и настройка Always On Display. Сейчас у меня под рукой только один смартфон с поддержкой Always On Display – Samsung Galaxy M21. Рассмотрим включение и настройку функций на примере этого гаджета. Зайдите в настройки, введите в поиски по настройкам Always On Display или перейдите в раздел «Экран блокировки». Перетащите ползунок в состояние «Включено» напротив Always On Display. Перейдите в настройки, кликнув по тексту Always On Display. Варианты отображения на экране. Коснитесь для отображения. Нужно прикоснуться к экрану, чтобы получить отображение информации на 10 секунд. Отображать всегда. Информация всегда будет видна на экране телефона, если он включен. Показывать по графику. Отображение Always On Display в конкретное время. Например, вы можете установить показ с 7 утра до 12 часов ночи, а в остальное время, когда вы спите, Always On Display работать не будет, чтобы не расходовать заряд батареи. Варианты 1 и 3 для истинных экономистов. Вариант 2 – стандартный. Стиль часов. Здесь стоит помнить о том, что чем меньше будет гореть пикселей на экране, тем меньше будет расходоваться заряд батареи. Но на самом деле ограничивать себя сильно не стоит. Все предлагаемые варианты адекватные. Тут же можно настроить и цвет отображаемой информации. Чем темнее, тем лучше для заряда батареи. Но стоит учитывать и то, что в Always On Display пониженная яркость. Поэтому и тут разница в расходе батареи будет несущественной. Также в разделе настройка экрана блокировки есть Face Widgets. Быстрый доступ к полезной информации на экране блокировки и Always On Display. Здесь можно подключить музыку, расписание на сегодня, следующий будильник и погоду. Изначально это все включается для обычного экрана блокировки, но можно сделать и для режима Always On Display. Личное мнение. Если у вас смартфон с AMOLED экраном и поддержкой Always On Display, то я бы порекомендовал хотя бы протестировать данную функцию в течение нескольких дней. Если она вам понравится, оставите. Не понравится, отключите. Все просто. Сам я пробовал Always On Display на Galaxy M21 и с удовольствием оставил бы ее. Вот только на моем личном телефоне такой функции нет. Можно установить специальное приложение, но для IPS экрана это означает еще и бешеный расход батареи. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, есть ли на вашем телефоне Always On Display и пользуетесь ли вы данной функцией.